здравствуйте дорогие друзья продолжим недельную главу шлах отголоски этой недельной главы точнее ошибки которые описаны в этой недельной главе разведчиков до сих пор знаем доносится до нас поэтому давайте разберемся начнем с понятия что такое такое сложное слово ярмо небес давайте разберемся это простым человеческим языком например в нашей недельной главе машин дает разведчикам какое задание пойдите вы смотрите как вот город больше меньше где лучше где хуже то есть говоря простым языком командир вызывает разведчик посмотри как окопы будем брать завтра вечером там как подойти с какой страны возвращаются разведчики что говорят мы не можем взять эту тебя не посылали оценивать может на где выполнить боевую задачу или сказали как лучше это сделать то есть люди подменили свое видение хотя миссия у них была абсолютно другая и вот оказывается это богу сильно не понравилось в чем здесь вот самая ключевая ошибка давайте две минуты разберемся вот мы недавно праздновали шавуот это праздник дарования торы и основанием для ее получения в первую очередь написано было то что люди сказали когда народу израиля предложили тору он сказал сделаем и услышим хотя казалось бы любой другой человек или кто там как это было мы не говорим о духовных вещах сделаем и услышим не разберемся а потом расскажем то есть подписали договор вот как бы бог предложил договор они его взяли не читая подписали белый лист бумаги и выиграли выиграли кстати джек-пот но в чем здесь проблема с разведчиками вот ошибка разведчиков заключалась следующем напомнить всегда что и цены израиля выиграли сказали первое сделаем а потом услышат нельзя сказать я буду одевать филин когда разберусь как это работает сначала одевай потом разберешься нельзя сказать буду выполнять вот там к жут когда разберусь как работает ты кто мягко говоря такой надо сначала исполнять а потом он приходит понимание никто не мешает тебе в процессе исполнения разбираться дальше но сначала начинай делать и вот здесь вот огромная огромная проблема разведчики решили что они лучше знают как надо ответить на все вопросы а тут вопрос мисс миссии нашей это вопрос нашей миссии каждый из нас является тем кто послан в этот мир написано человек сегодня пребывает в мире это означает первую очередь то что у него есть миссия и вот в этой миссии мы должны сначала выполнять а потом разбираться человек говорит часто им ну а как я это сделаю вот я там мне надо исправить я злобный такой знали вспыльчивый там я не могу как мне исправить себя таким родился и вот тут тоже короткую историю расскажу быть мидраж представьте себе 13-летний абсолютный вундеркинд шнер залман будущем уже потому узнаю как автора тани он сидит рядом с ним сидит парень и листает книгу там знать быстро то это что ты все время листаешь ну такая моя природа поменять природу свою как можно смеется это как можно заменять природу и вот юноша совсем говорит ему вещь которая потом становится ну краеугольным камнем мучения вот которое пришло в мир это от него он говорит это легко это приходит путем принятия ярма небес надо делать правильные вещи вот даже если у тебя нет желания это делать ты сначала делай а потом уже привычка станет второй натурой и даже победит те негативные там в естестве которая есть вот таким образом вот то что говорят принятие ярма небес это очень все просто сначала делает то что тебе предписано а потом начинай немножко умничать и копай глубже что каждый человек хочет найти какой-то свою истину это наверно неплохо но это хорошо только после того как выполняешь ту которую тебе уже предписали когда ты просто сначала ищешь а потом оказывается что и одно не сделал второе вот в этом проблема разведчиков браховая слаха что мы прошли мимо всех испытаний и достигли всего самого лучшего на брахе удачи